наконец-то свершилось давно была пора такие комментарии казахстанцы оставляют под новостью о том что правительство одобрило законопроект об обеспечении прав женщины безопасности детей общество долго требовало ужесточить наказание за бытовое насилие и наша редакция в том числе но сегодня я предлагаю посмотреть на эти поправки с разных сторон потому что кроме радости оказывается есть и поводы для беспокойства например некоторые эксперты говорят что вы можете лишиться своих детей как это сейчас все расскажу досмотрите ролик до конца здравствуйте это проект прямо по кунаева я тимир гали ахат мы начинаем прежде чем изучить поправки давайте рассмотрим саму проблему скандальное убийство салтанат нукеновая где главным фигурантом дела стал экс-министр куандык бешимбаев гибель семилетней миланы давыдовая от рук собственной матери все это оказалось только верхушкой айсберга по данным генеральной прокуратуры каждый день в полицию по всей стране поступает примерно 300 заявлений от жертв бытового насилия каждый год из-за домашних тиранов погибают 80 женщин более четырех с половиной тысяч получают ранения разной степени тяжести и многие из таких преступлений правоохранительные органы и суды рассматривали неохотно дескать дело семейное народ просил ужесточить наказание и вот уполномоченный по правам ребенка динара закиева опубликовала в инстаграме сообщение цитирую все поправки по ужесточению наказания за насилие в отношении детей а также созданию инфраструктуры помощи семьям и детям были поддержаны правительством далее они будут обсуждаться в мажилисе конец цитаты всего документ содержит около 70 поправок более 40 из них касаются безопасности детей все обсудить не успеем давайте рассмотрим главные итак если законопроект станет законом то за изнасилование ребенка будет предусмотрено только пожизненное заключение мне кажется это будет одним из условий уменьшение воздействия на жертву и поиска себе жертвы вместе с тем это и опасность тогда некоторые из таких агрессоров будут вести к тому чтобы просто убить эту жертву и спрятать преступления концы как говорится воду поэтому здесь нужно быть очень внимательными здесь все внимание к тому как сработает полиция полностью интервью депутата ирины смирновой вы можете посмотреть в проекте фракция покажет на нашем youtube канале но уже сейчас могу сказать что она совершенно права смотри уголовный кодекс республики казахстан статья 99 убийство пункт 2 под пункт 14 убийство несовершеннолетнего лица наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы то есть наказание за лишение ребенка жизни в теории может стать мягче чем за изнасилование идем дальше криминализация насилия то есть уголовная ответственность за побои и легкий вред здоровью как в отношении детей так и взрослых глава кризисного центра коргау астана анна рыль говорит что дело не столько в самой криминализации сколько в том что будут введены дополнительные статьи в уголовный кодекс и получится более полный охват по преступлениям здесь время нас поднимается вопрос о вреде причинение вреда легкой степени когда у нас легкая степень здоровья административное наказание из-за какой-то легкий синяк и когда это и перелом носа и удар в лицо и когда зубы убит это тоже считается причине вреда легкой степени здоровья и это получается не совсем справедливо на самом деле вот поэтому здесь хотят пересмотреть момент и понятно что здесь нужно криминализация в той части что нужно разделение понятия легкого вреда здоровью если это действительно побои нанесенные как течение какого-то периода несущий за собой вреда возможно это правильно будет то что это будет криминализировано анна рыль говорит что здесь недостаточно просто криминализировать побои нужна слаженная работа многих государственных органов в первую очередь усиление работы полиции но может быть и этого мало своих интервью глава кризисного центра часто говорит о том что общество оправдывает насилие мы решили это проверить дело в том что с 1 июля прошлого года закон уже изменился если раньше побитая жена могла прощать мужа раз за разом то после повторное примирение стало уже невозможным и даже заявление от супруги уже не нужно достаточно звонка от соседей или записи на уличной камере видеонаблюдения и все будет срок мы вышли на улице астаны и спросили у прохожих их мнение по этому поводу если муж побил жену должна ли быть возможность примирения да почему потому что у каждого есть право выбора если женщина выберет и потом в этой ситуации виноваты оба ну может где-то кто-то в какой-то мере больше кто-то меньше поэтому думаю что есть шанс на примирение но смотря опять что явилось причиной наверно да почему не знаю потому ситуация разные бывает наверное должно быть почему ну какая может быть бытовые причину же сначала знать должна быть почему потому что это семья он жанья жанья был вас он у джерде айртролю сороктор был от устроктор солд семян тумырген дешевле визиты ну по большому счету собственно говоря примирение всегда возможно но тем не менее это не исключает наказание за то что он собственно осуществил насилие в отношении с пропусе близкого человека вернее на своей точки зрения наоборот такие тем сильнее должно быть наказание потому что это человек на который эмоционально близок да это человек с которым ты связан с отношениями поэтому в данном случае мне кажется что такое наказание обязательность для должно быть наверное собственно еще более скажем так жестким ну тут уже такое сугубо личное это ваше мнение как вы считаете примирение но побить жену это конечно это 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 же не мужчина я считаю который мужчина поднял руку на женщину ол это уже не мужчина это уже не знаю кто то есть возможности примирения нет почему это зависит от женщины наверное какие там если она была каких-то моментах виновата наверное от жены зависит в целом я считаю что нет ну ну потому что если есть бытовое насилие это значит уже нету семьи обратите внимание из семи человек только один сказал нет а что вы думаете по этому поводу надо ли вернуть возможность того чтобы муж женой все-таки могли примириться или нет напишите в комментариях идем дальше среди профилактических мер законопроекте предусмотрена такая штука как психологическая работа с агрессором это планируется сделать в рамках внедрения института особых требований в уголовном кодексе аннары считает что это необходимо когда меня до этого спросили а надо ли работать с агрессорами я бы конечно надо вы же понимаете что это будет то есть если вы сейчас с этим мужчиной пока он еще не совершил серьезное правонарушение на пока он очень находит в глубокой зависимости ну мы сможем ему помочь мы может быть делаем огромное дело мы может быть спасем семью спасем отца спасибо этом мужчина от того что он сам себе жизнь дальнейшем сломает это же очень важно но тут надо учесть один очень важный момент сама психологическая помощь домашнему тирану не должна стать для него наказанием наказание это срок исправительной работы или еще что то а помощь это помощь как в голливудских фильмах помните садятся мужики в кружоке рассказывают друг другу о своих проблемах все цивильно все анонимно ну и конечно создание инфраструктуры помощи семьям то есть открытие центров поддержки взрослых и детей это тоже конечно очень важно того что есть сейчас категорически не хватает потому что когда мы говорим что есть там на весь город или на весь регион там один кризисный центр с двадцатью местами это очень мало то что по факту 20 мест это там 5 женщин и 15 детей на самом деле не не такое большое количество по официальным данным таких центров не хватает 152 районах казахстана те что есть дают женщинам и их детям не только крышу над головой они оказывают юридическую психологическую помощь но кроме кризисных центров анна рыль предлагает открывать еще и офисы поддержки офис обращается очень много женщин которым не нужно размещение в приюте но нужна помощь юриста поддержка психолога и соответственно но это никем не финансируется и соответственно для того чтобы это было более развита более качественно такие центры должны быть финансируемые открыты в разных городах а вот дальше как раз и хочу вам рассказать о том почему в начале ролика я упомянул некую опасность того что у вас могут отнять вашего ребенка в том самом сообщении детского омбудсмена динары закиевой в инстаграме среди комментариев были и негативные один из них гласил до такой степени боитесь союза родителей казахстана что проигнорировать решили требования включить в рабочую группу по этому законопроекту наша редакция связалась с этой организации глава их юридического отдела бейбут умаров рассказал что общественное объединение союз родителей долгое время принимала участие в обсуждении всех законопроектов касающихся прав семьи и детей на первых порах в первых законопроектах которые вот инициировались под и скажем так гидой западной пропаганды западных ценностей мы там присутствовали и были во многом услышаны многие нормы разрабатывались именно с учетом нашего традиционного казахстанского общества наших устоев истоков она в последующем вот в этом году в частности нас уже в новый законопроект в его рассмотрении не приняли и что в принципе вызывает крайне удивление возмущение союз родителей казахстана намерен добиться того чтобы их эксперты были допущены к работе над законопроектом в мажоресе парламента сейчас комментировать документ они не могут но подчеркивать что законодательные изменения прошлых лет уже привели к тому что социальные службы получили возможность изымать детей из семьи по ударе как я говорил был случай люди просто как обычно это уже традиционно для казахстанского общества после нового года в эти праздничные дни да скажем так выпили но при этом в отношении ребенка не было совершено никаких либо насильственных действий не говоря о насильственных действий не было вот момента чтобы представляла опасность то есть приехала просто служба и изъяла ребенка по одной лишь жалобе соседей о том что вот дома распивают бейбу томаров подчеркивает что он категорически не одобряет употребление алкоголя но закон не запрещает выпивать у себя дома не стало интересно я нашел статьи в интернете об этом случае вот заголовок на тэнгри ньюс бардаки пьянство малолетнего ребенка забрали из семи в павлодаре ссылка в заметке на сайт полиция kz оттуда же и фотография но в комментариях люди пишут не так уж грязно дома пластиковые окна кровать не дешевая ребенок страдать будет в детдоме или вот еще честно особо бардака по фото не видно детская аптечка в основном лежат все детские препараты юрист напоминает что раньше по процедуре изъятия детей надо было сначала составить протокол пройти комиссию по делам несовершеннолетних даже если пришли бы к мнению о том что все таки надо ставить вопрос об отобрании детей у нас согласно кодекса о браке семье комиссия может лишь рекомендовать подать в суд такой иск и суд будет решать ограничить родители не ограничить и после вступления этого судебного акта уже если суд так решит что забрать детей забирать у нас без суда без следствия просто вот это происходит сейчас это очень конечно пугает так не должно происходить пугает потому что получается что у любого кто выпил дома в праздник могут отнять ребенка еще раз повторяю я не оправдываю родителей алкоголиков просто ставлю вопрос кто и как принимает решение каковы критерии принятия этих самых решений и с этой точки зрения вопросы вызывает еще один момент законопроекте исключение примирения по преступлениям связанным с насилием в отношении детей и ужесточение наказания за истязание новая редакция статьи жестокое обращение тяжкий средний вред здоровью похищение и незаконное лишение свободы несовершеннолетнего остановимся на жестоком обращении с детьми казалось бы что тут непонятного бить детей нельзя даже шлепнуть по заднице если не слушается но бейбу томаров указывает на то что с точки зрения социального кодекса насилие может быть разным например психологическим это когда ребенок испытывает душевную боль из-за действий взрослого происхождение душевной боли нужно будет тогда определять потому что ребенок может испытывать дискомфорт из-за того что родитель в его же интересах запретил ему сунуть руку в резетку и понятное дело что здесь все-таки должны быть более объективные критерии что исходить из ситуации действует ли родитель в интересах ребенка причиняемого физическую боль ну которая не достигает каких-то скажем параметров там нанесение вреда здоровью или душевную боль допустим не дает конфеты потому что у ребенка кариус и если он будет есть то будет болеть зуба ребенок капризничает плачет испытывает душевную боль думаете слишком натянута а вот бейбу томаров так не думает он имеет огромный опыт практической работы в реальных судебных делах юрист рассказал нам о том как однажды аукнулась социальная реклама для детей мол если вас обижают родителей то звоните у меня в практике уже были случаи в моей области когда ребенка так изъяли из дома потому что она немножко подконфликтовала с мамой и просто предположив что она может излить душу по этому телефону пожаловалась на маму приехали в этот же день сотрудники вместе с педагогом и изъяли ребенка в центр адаптации несовершеннолетних когда ребенок понял какие жестокие правовые последствия для него последовали от этого звонка и конечно она начала уже действительно испытывать настоящую душевную боль все это по мнению бейбута омарова указывает на то что в казахстане уже формируется практика изъятия детей из семьи станет ли этому как-то способствовать законопроект об обеспечении прав женщин и безопасности детей на этот вопрос юрист пока ответить не может поскольку не знаком с документом но вот глава кризисного центра кургу астана анна рыль отзывается о союзе родителей довольно критически несколько лет назад уже хотели внести изменения в закон об этом насилии да вот тогда именно союз родителей выступил против внесения изменения закон не поменяли а вот как раз в законе тогда хотели что то что происходит сейчас это и работа с агрессорами это и работа с детьми и из-за того что они тогда противостояли этому закон не приняли но за это время до произошли ситуации когда погибли женщины погибли дети кто за это будет нести ответственность сейчас мы пришли все равно к тому что это необходимо сделать и сейчас опять начинается какая-то непонятная для меня риторика в этом заочном споре наша редакция не занимает ничью сторону но как мне кажется для того чтобы учесть мнение всех сторон а союз родителей все же довольно большая организация надо чтобы все эксперты приняли участие в обсуждении законопроекта тем более что можли с парламента для этого и существует а что вы думаете о прозвучавших опасениях и надеждах напишите в комментариях на этом у меня пока все подписывайтесь ставьте лайки увидимся прямо пока на его